так всем привет сегодня у нас ноутбук на ремонте asus x551 m тут ток 1 75 ампер напряжение 19 вольт к чему я это сказал во первых это asus зарядник от него тоже тоже вроде 19 вольт на 4 ампер не страшно во вторых у нас тут винтики смотрю разные тут вообще под плоскую отвертку сообщить даже не знаю какой из них оригинальный скорее всего вот этот в этих местах в трех вообще нету вот проблем какая у него синий экран при старте windows скорее всего проблемы жестким возможно с системой проблемы скорее всего жестким на суть потому что есть разные винтики в него уже лазились что-то с ним делали сейчас даже не знаю включу конечно для успокоения души посмотрю что там с ним восстановление попробую все дела если не получится уже тогда будем разбирать и посмотрим что внутри вытащим жесткие прогоним его на компьютере на другом виктории на ошибки если диск живой будем пытаться восстановить систему если нет значит попробуем с него скинем инфу и переустановим такой вот интересный беленький цвет опа не видел таких здесь у нас intel скорее всего пентиум метр целлерон такое сочетание белое с черным интересно я даже уже не уверен что это его реальный цвет здесь вот трещина даже менялась что-нибудь здесь правда история не знаю в общем такой агрегат здесь у нас еще vg hdmi 2.0 3.0 наушники здесь дивидером картридер есть здесь вот не закрытая не защелкнутая интересно вообще страшный ноутбук но страшно но интересно в общем впереди нас ждет все самое интересное здесь вот видно выдавила пластик от винтика с одной стороны вот здесь вот еще выдавила с двух сторон уже выдавил все интереснее интереснее с каждым моментом моментом надеюсь под полоску там какой то тоже непонятный почему даже уже на работе включать наверно уж сразу разберу на его на хрен не буду включать интересно же чем внутри там пускай пока маленько нагреет сейчас свет отвернем по идее просто упадить надо и он должен подняться так что мы имеем во первых открывается через верх а не через низ как я думал здесь у нас при открытии три шлейфа клавиатуры кнопка и тачпад нужно отстегнуть аккуратно не порвав дальше у нас здесь аккумулятор нужно снять сразу хорошо что он в корпусе а не как всякие эйсеры леновы засовывают просто в скотч или в салофане без такого пластикового корпуса их вытаскивать неудобно короче вот здесь он находится нужно чуть-чуть подеть ее на себя потом только уже остальные манипуляции делать здесь тоже видно что и плату как минимум отворачивали потому что винтики здесь тоже разные тут пломбы сорванные с наклейки ну точно перекапывали сейчас снимем жесткий поставим его проверять пока он проверяется заодно думаю почистить его хорошо пошла такая пьянка будем резать последний огурец здесь вот дивидером сначала надо будет снять чтобы плата снялась здесь интересное исполнение такой динамиков такой каркас пластиковый стоят ограничители мягкие под клавиатуру чтобы она металлом своим не дотрагивалась до платы конечно опасно сделано не помешал бы еще конечно продублировать каким-нибудь типа прозрачным слоем полиэтилена какого-нибудь защитного пластика диэлектрического что-то типа такого или хотя бы чем-нибудь наклеить но что-то слишком держко несколько этих не знаю я бы уже чуть-чуть потратился наклеил чем-нибудь в общем так разъем здесь у нас впаян в плату но отворачиваем жесткий и проверяем так жесткий диск прогнал я программой от Виктории но она ничего мне не дала с одной стороны это хорошо значит жесткий у нас живой будем значит пытаться программной частью восстановить Windows вот решил заодно все-таки почистить ноут очень много винтиков здесь вот раз два три где треугольнички четыре пять шесть семь восемь девять девять креплений и все винтики разные но серебристые скорее всего правильные которые вот здесь вот петля остальные какие сменим немного камеру сравним заодно картинку между двумя аксиоми и звук но здесь конечно потише так в итоге девять винтиков отворачиваем тут шлейф динамиков шлейф вентилятора и шлейф экрана самый главный здесь два коаксиальных от Wi-Fi здесь видно его прокладывали и положили прям по верху в итоге он весь пережался скорее всего он должен где-то рядом идти не здесь в общем потом он поднимается у нас вроде бы все эх ех 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 здесь у нас какие-то следы пайки видимо он уже паялся кто-то кто-то его не ожидал оперативка здесь вставлена крайне неудобно здесь больше нигде не распаян возможно под этим оперативка еще распаяна посмотрим здесь у нас биос этот какой батарейка я-то не знаю что здесь паялся но видно явно следы пайки мне уже не нравится собрать бы все в прежний вид а я бы даже не включал что с ним может быть страшно представить надеюсь что все таки жесткий диск охлад здесь такой скромненький получается он пассивно греется и тепло отводит вентилятор просто и все теплый воздух здесь не термопаста а ну термопаста есть под ней в принципе да на эту пластину передается но прямого контакта дальше нету с вентилятором видимо здесь очень бюджетный процессор скорее всего возможно даже целерон но обычно целерон пишет скорее всего значит диспенсиум увидим потом включим если надеюсь что включим оперативка какая DDR4 наверное что ли скорее всего DDR4 не вижу ладно потом узнаем в общем сейчас отвернем поменяем пасту поменяем пасту по-быстрому наверное этот вентилятор еще отвернем заодно почистить и собирать будем обратно так снял пластинку уже почистил ее была засохшая паста значит на ее не меняли темного цвета даже наверное не снимали сейчас поменяем попробовал чистить скорее всего все таки это BIOS я так думаю что-то оттерлось но вот это пятно слева так и не оттирается скорее всего это канифоль или может быть защитный лак какой-то я не знаю ну короче оно не оттирается бензином калоши больше ее тереть не буду вот под оперативкой не оказалось никаких чипов значит она здесь только один разъем и тот не знаю какой у нее максимальный объем пока так и не понял только понял что это Kingston возможно 16 но это слишком было бы жирно скорее всего 4 что-то по цифрам я так и не понял сколько здесь написано какие-то скорее всего 4 он будет и видно в общем сейчас все собираем надеюсь что ничего не сломалось и будем чистить еще вентилятор и да забыл упомянуть что здесь всего один чип с кристаллом то есть с этой стороны ничего больше нету соответственно скорее всего это у нас комбайн в котором и процессор и видеочип и хаб северный и южный мост все у нас здесь но обычно они такие длинные это какой-то слишком маленький видимо очень бюджетный комбайн наверное пшеницу только добывает кукурузу не берет так добрались до вентилятора здесь у нас всего один винтик держит и дальше просто вынимается но вентилятор у нас что неразборный потому что у нас здесь вместо винтиков пластиковые заглушки приплюснутые при желании конечно можно их срезать и там почистить вентилятор но он не настолько загрязненный чтобы это делать если бы он трепещал там еще что-то подобное тогда да а так достаточно просто хисочкой пройтись я думаю нормально будет значит осталось все нам собрать и проверить что же это за монстр такой так почти все собрал жесткий диск был на четырех винтиках я поставил на один никуда я думаю не денется может быть еще один так наверное все таки еще один винтик поставлю вдруг хотя наверно никуда не денется на всякий случай чтобы не перекосило зря он заговорил на безопасность от металла здесь вот с этой стороны все таки клавиатура закрыта так что все норм Asus держит марку будем собирать сейчас вот аккумулятор надо воткнуть и потом шлифа шлифа воткнуть самый сложный ноутбук включили винтиков у меня стало еще меньше чем было не знаю даже те что были завернуты они не заворачиваются но может быть и к лучшему снизу я короткий поставил здесь вот посередке два по краям почему-то не подходит и они такие тонкие и длинные у меня есть длинные винты но они слишком толстые сюда не подходят надо будет что-то придумывать но пока займемся тем с чем нам его принесли здесь вот синий экран запуск windows был что-то пишет bios not full icp возможно что-то в биосе нужно попробовать поменять может режим жесткого диска выбран не тот попробуем сейчас поковыряем если не получится запустим наверное загрузочную флешку скопируем на нее все данные но там гигов 50 наверное данных есть и перестанавим здесь скорее всего восьмерка была либо десятка я думаю ключ подхватится в любом случае на десятку сейчас пока в биос попробуем зайдем так у нас ноут включился есть несколько моментов которых я не понял во-первых в биосе я поменял режим с windows 8 на windows 7 там стоял в загрузчиках после этого я нажал сохранить и он вырубился я не понял до конца либо он перегрев вырубился либо при сохранении в настройках биоса это произошло но сейчас я под нагрузку попробую запустить я чувствую что как будто бы вентилятор здесь не крутится такое впечатление во вторых здесь у нас процессор целерон н-28-30 оказался 4 гига оперативки ддр 3 и стоит windows 7 ключа там нету соответственно windows пиратские у нас там ключ просит либо здесь стояла восьмерка но наклейки восьмерки тоже нету значит скорее всего она без операционных систем поставлялась потому что я посмотрел бывает либо с восьмеркой либо без системы значит это была без системы тут какой-то драйвер не стоит видимо на bluetooth я так думаю ладно поставим сейчас я все-таки его нагружу вот еще был момент что было автоматическое восстановление и после него он что-то сделал и сам включился возможно даже после восстановления он включился но все-таки я думаю что после замены в биосе это помогло скорее всего вот если что-то еще новое будет подзапишу но пока что будем считать что это был видео по очистке ноутбука и немножко возможно по исправлению ошибки потому что я напишу его название всем пока 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 не пока не пока не пока не пока не